И начнем с главного политического события дня. Сегодня состоялась пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева. Она впервые проходила в не совсем обычном формате. Глава государства сам выступил в роли ведущего брифинга. Возможность вживую пообщаться с главой государства получили более 800 представителей СМИ, в том числе и съемочная группа телекомпании Ахтуба. На связь с нашей студией из Москвы выходит Наталья Евсеева. Наталья, здравствуйте. Чем вам запомнилась сегодняшняя пресс-конференция президента России? Здравствуйте. Пресс-конференция Дмитрия Медведева имела ряд особенностей. Во-первых, проходила она не в Кремле, а в московской школе управления Сколково. Во-вторых, президент ввел ее сам и сам выбирал журналистов для общения. Главный же вопрос, который интересовал все СМИ, принял ли глава государства решение баллотироваться на второй срок. На что тот ответил, что говорить об этом пока преждевременно, но свою позицию обещал прояснить уже в самое ближайшее время. Всего же пресс-конференция длилась чуть более двух часов, и не все региональные корреспонденты смогли напрямую обратиться. Дмитрию Медведеву. Но вот нам удалось передать в его администрацию просьбу от воспитанников Волгоградской школы-интерната помочь им построить свой игровой комплекс. Пресс-секретарь президента Наталья Тимакова попросила нас написать на ее имя соответствующее письмо, с тем, чтобы потом дать ему официальный ход. Наталья Евсеева, телекомпания «Ахтуба» из Москвы.